здравствуйте друзья пришло время снять третью часть по поводу разведения воздики многолетней садовой как я еще называю и видел в некоторых источниках называют ее бордюрная и это заключительная часть в которой уже просто хотел показать вам результаты выращивания вот какой куст нарос за летом то есть активно срезалось цветение как видите и тем самым нарастала зеленая масса назовем ее так что касается разведения смотрите видео первую часть вот здесь по ссылке как ее правильно рассаживать весной в середине апреля то с первым теплом смотрите это видео сейчас просто некоторые нюансы по поводу извлечения скажем из земли и дальнейшей транспортировки для продажи так выкапываем куст стараясь максимально не вредить корневой системе снимаем лишнюю землю как вы можете видеть здесь чернозем не знаю камера передает нос большой ну наверно процентов 20-30 примесью глины то есть такой желтоватый оттенок почва не ахти какая тем не менее растение неприхотливое и выросло даже в такой почве для пересадки растения использую вот эти вот мешки из полиэтилена плотного черного с дренажным отверстием изготавливают его из я так думаю рукава полиэтиленового и как бы серьезное преимущество такого изделия в том что она гораздо дешевле чем пластиковый контейнер то есть и соответственно это повлияет на дальнейшую стоимость нашего растения засыпаю землю землю использую ту же в которой растение росло то есть не меняя почвы благоприятно повлияет поплотнее утрамбовать и так получилось вот такая вот гвоздичка в таком вот мешочки плотно упакована плотно засыпанной землей то есть не разваливается остается только полить и отправляется растение на реализацию цена такого растения около двух долларов как я и говорил в первом видео растение недорогое она больше фоновая но тем не менее своего покупателя она всегда находит привлекая тем что люди сами могут развести то есть достаточно приобрести один вот такой кустик разделить его на четыре части рассадить разных местах и за лето нарастает шапка соответственно потом геометрической прогрессии можно спокойно развести себе нужное необходимое количество чтобы там не тратить лишние деньги просто на это нужно время и терпение ну по гвоздике все больше добавить ничего никаких подкормок я не использовал поэтому вот смотрите сами вот такой вот результат если видео понравилось поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал дальше будем буду снимать еще больше видео как и я развиваю вместе с вами садовый свой небольшой бизнес спасибо за внимание до свидания до новых видео